У входа в музей обороны Брестской крепости толпятся малыши, родители, воспитатели и ветераны Турда. Они пришли для того, чтобы присоединиться к большой благотворительной акции «Дети Беларуси ветеранам и будущим поколениям». Сегодня мы опускаем монеты, собранные нами советского образца, в общую копилку. Это наш вклад в сохранение памяти о той страшной войне, чтобы эта страшная война никогда не повторилась на нашей земле. Мы хотим сделать небольшой вклад, чтобы наше подрастающее поколение помнило об этом и потом в дальнейшем рассказало своим детям, внукам, правнукам, чтобы память о этой войне жила вечно, чтобы мы берегли этот хрупкий мир, который есть на нашей земле. В семье военнослужащего Андрея Вороблевского трое детей, старший сын Дмитрий и две младшие дочери. Сегодня в крепости папа и сын. Андрей отмечает, что его родные внесли вклад в подвиг Великой Победы. Мы, как военнослужащие, с детства прививаем нашим детям любовь к родине, патриотизм, потому как мы, как никто другой, осознаем важность этого мероприятия. И, соответственно, решили принять участие в республиканской акции, которая проходит в городе Бресте, в городе Минске и в Москве, внести свой небольшой вклад в историческое мероприятие. Это чтобы потом нам было о чем рассказать нашим детям. И наши дети росли, воспитывались как патриоты. Поэтому, когда предложили поучаствовать в акции, сразу же откликнулись. У моего отца дед и два его брата, то есть их было, ну, три моих, ну, грубо говоря, мой прадед и два его родных брата, они все трое погибли во время Великой Отечественной войны. Один из них погиб под Берлином, один под Кёнигсбергом и один под Варшавой. Соответственно, не выжил из них никто. По материнской линии, соответственно, прадед, он вернулся с войны, имеет две государственные награды. Я еще застал их, и они рассказывали об ужасах этой войны. И мы готовы сделать все, чтобы в дальнейшем, ну, как бы ни мы, ни наши дети, ни наши внуки не застали этого, чтобы никто из них не испытал больше этих чувств и этих состояний. Алина Шостакович сегодня тоже пришла с сыном Николаем. Памятные монеты, говорит, собирали всей семьей. И историческая память как дань уважения всем героям и своим близким, заставшим события Великой Отечественной войны. У нас есть победа в нашей семье, сохранилась с 45-го года, победного года. Мы ее нашли, когда собирали монеты всей своей семьей. Мы собирали с разных угарков Беларуси. Бабушки, прабабушки, дедушки участвовали. И вот попалась такая памятная монета года победы. Очень важно для нас участие в акции по той простой причине, что проект носит название «Дети Беларуси ветеранам и будущим поколениям». И у нас как раз в семье участвовали и ветераны, и будущее поколение в лице ребенка, сына, единственного правнука. Мы всей семьей ответственно отнеслись к этому и нашли вот такую памятную монету. Все монеты, которые собрали в ходе акции, в учреждения образования поместили в специализированную копилочку и привезли в крепость. Важная часть акции – это вложение цветов к вечному огню. Здесь с ребятами поговорили ветераны труда, а также малыши зачитали стихи. Город Брест, и он герой. Во время войн он отстоял, врагу никак не уступал. И наши деды, и отцы, и отцы стояли нас. Но мы прославим Брест, и он живет. На радость людям помнят. Его победу не дадим, надо будет защитим. Есть знаменитая фраза о том, что без прошлого нет будущего. Именно поэтому важно сохранять подвиг героев в истории.